Городовиковский многопрофильный колледж отметил свое 80-летие. Юбилейный год ознаменовался для учебного заведения победой в грантовом конкурсе. В рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта образования колледж получил более 32 миллионов рублей на современное оснащение. Накануне в стенах учреждения состоялось торжественное открытие четырех новейших мастерских. Наша съемочная группа побывала на мероприятии с подробностями Нагана Кашранова. Многопрофильному колледжу 80 лет. Спустя годы заведение остается востребованным в республике и за ее пределами. Сейчас в колледже подготавливают специалистов по различным направлениям. Парикмахер, воспитатель дошкольного образования, защита в чрезвычайных ситуациях, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, повар-кондитер, сварщик и многие другие. Я как пришел сам сюда учиться, мне нравится эта профессия и то, что я смогу зарабатывать деньги на этой профессии. Ну, хорошее то, что есть много нового и много научиться можно. Мне тут нравится учиться. У меня училась просто тетя, я приехал, как раз мне понравилось учреждение. Ну, я решил сюда поступить. Научился многому чему. Машины там делать, крутить всякую. Разбирали коробку автомобиля новую. Потом, ну, машины мы делали на практике. Детали меняли. Много чего научились за эти три года. Новое оборудование, с ними появилось оно и с ними легче заниматься и удобно. Сейчас Городовиковский колледж – это современное заведение, где стремятся учиться ребята со всей республики. Недавно учебное заведение выиграло грант в федеральном проекте «Молодые профессионалы» и национального проекта России «Образование». Благодаря этому учреждение получило более 32 миллионов на новое оснащение. Мы получили, и теперь дети этим будут пользоваться. Хорошие интерактивные панели, интерактивные доски, сенсорные панели, компьютеры новые, стенды виртуальной реальности, виртуальные тренажеры. Это то, что позволяет на первых этапах, не травмируя новое оборудование, получить первичные навыки по этим четырем компетенциям и потом далее перейти уже в собственные мастерские, которые также оснащены и новым оборудованием, начиная от верстаков, зачистных машин, специальных приспособлений для того, чтобы крепить детали. В рамках реализации грантов в колледже состоялось открытие четырех новых мастерских. Было закуплено шесть новых легковых автомобилей, на которых студенты будут учиться в вождению. Были открыты классы виртуальной реальности, где учащиеся могут обучиться мастерскому ремонту машин, не боясь испортить аппаратуру. Благодаря новому оснащению в мастерских ведется обучение студентов к кузовному ремонту, окраске автомобилей, ремонт и обслуживание легковых авто. С помощью сварочных аппаратов мы можем произвести сварку, то есть даже вырезать какую-то латку, вырезать деталь, вставить латку, обварить. Можем с помощью тех же машинок здесь же на месте все это зашлифовать, отполировать, то есть подготовить под покраску. То есть здесь идут подготовительные работы к окраске деталей. Когда это все выполнили, сделали, мы передаем детали на покраску, и уже ребята в окрасочной камере будут красить. Еще у нас здесь есть рядышком также кузов автомобиля «Лада Гранта», на котором ребята также могут пройти, и они посмотреть непосредственно из каких фрагментов, из каких деталей состоит кузов автомобиля, чтобы уже наяву, вживую посмотреть, померить размеры, там геометрию автомобиля, померить зазоры, стыки. Многопрофильный колледж был создан в далеком 1941 году. Это стало первым учебным заведением Калмыкии по подготовке механизаторских кадров. Здесь обучали будущих трактористов и комбайнеров. Сейчас учреждение является гордостью республики и кузницей ценных кадров. Также в колледже действует Центр дополнительного образования, где реализуются три дополнительные программы. Станочник по металлообработке, мультстудия «Саргирел» и занимательная робототехника. В планах у руководства открыть Центр цифрового образования детей «Айти Куб». Нагана Кашранова, Максим Мятежный, информационная программа «День республики», Городовиковский район.